лето это маленькая жизнь и как правило взрослые выезжают куда-нибудь на море погреться на песочке а вот школьники и студенты отправляются в спортивные и школьные лагеря но есть категория ребят которые остаются в городе ради своего любимого увлечения честно не хочу вот еще вот это вот автоклуб очень понравилось вот планирую на каникулы заниматься почти каждый день это мне нравится я это не брошу редко какой мальчуган не мечтал скорее вылезти и сесть за руль настоящего авто этим ребятам повезло свои 14 15 лет они попали военно-патриотический автоклуб поэтому в разгар лета эти мальчишки уезжать из города не собираются по одной простой причине пацаны полностью занято своим любимым увлечением автоделом достав всю жизнь всю свою историю занимается детьми детским техническим творчеством частность подготовка к армии как раз наш тем то есть кружок военный патриотический но с автомобильным уклоном обязательно должны все они это знать потому что наше время ни один современный самолет никакой крутой спец нас с места не звенится без автороты так что это основа основ всей армии автодром на южном шоссе самары на протяжении всего дня здесь тренируются курсанты автошкол в том числе проводится тренинг у самарских спасателей среди любителей и профессионалов на площадке тренируются и мальчишки военно-патриотического клуба ДОСААФ России многим взрослым непривычно видеть за рулем уазика совсем юных подростков которые не просто так учатся водить машину для себя опознают азы будущей военной профессии военный водитель обязан выполнять боевую задачу в любых дорожных и погодных условиях и с этим занятия проходят не просто в местах приближенных боевым а именно боевые вы сами видели обстановку здесь нет тут конусов оранжевых здесь ветка камень на войне это мина и пуля снайпера погиб сам погубил людей не выполнил боевую задачу то есть очень серьезный подход без теории нет практики лекции мальчишки слушают в стенах автошколы а вот азы вождения автомобилем познают на автодроме вроде рули себе и рули получай удовольствие но это поначалу управление машиной осуществляется по прямым дорогам от занятия к занятию происходит усложнение например многие автолюбители кто когда-либо учился в автошколах помнят одно из самых сложных упражнений это преодолеть горку подняться и спуститься не просто на скорости проскочить ее остановиться и вот отсюда уже тронуться дальше преодолеть маленький перевал проехать по левому или правому косогору именно здесь нарабатываются навык управления авто причем не легковой машиной а самым настоящим военным уазом здесь на автодроме мальчишки быстро взрослеют свои 13 14 лет уже себя считают детьми в детстве я думал то что машина эта игрушка как-то первый раз сел очень сильно понравился и можно сказать появилось такое увлечение это увлечение перешло в хобби я не могу долго без машины миша буторин узнал о военно-патриотическом клубе от друзей занимается уже год поначалу мама волновалась хотела даже сама прийти в автошколу но михаил отговорил ее ну я не маленький мальчик я сам один схожу посмотрю вот у меня друзья занимаются говорят хорошо ну и пошел она меня первый раз отпустил переживала ну потом все было хорошо и и отпускала пока у ребят прав нет за руль садятся только под присмотром инструктора на номера обязательно вешают табличку учебный пацаны с нетерпением ждут когда им исполнится 18 лет чтобы за руль садиться уже на законных основаниях свое 14 михаил уже сидел за рулем легкового автомобиля и большегрудного камаза тоже в качестве курсанта несмотря на юный возраст михаил уже строит планы по поводу будущей профессии я вот тоже хочу стать вроде как дальнобойщиком ну да у меня брат не стал вот стал него тоже это нравится а чем тебе нравится фура она длинная неповоротливая там все сложно парковаться тяжело задним ходом и вот это тебе нравится ради этого не дорога артем федосеев узнал о детской автошколе из плакатов вывешенных в школе прочитал подумал решил что пойдет родители препятствовать не стали отец обеими руками за мать немного волновалась всего полгода занятий и сел за руль учебного уазика помнит свой первый день практического занятия по вождению самое сложное это была змейка для меня змейка и вот та вот горка когда сел у меня коленки дрожали вот это было я волновался сильно да и все от простого к сложному сначала тренинга на автодроме затем кто остался одна более сложной программы езда по пересеченной местности все как в реальной жизни военного водителя хотя об этом пацаны всерьез еще не задумываются им интересно сесть за руль внедорожника и отправиться по буэракам чем сложнее тем для них лучше перед проселочной дорогой обязательное построение еще раз осмотр техники и уточнение задачи инструктор ставит задачи и еще раз напоминает о технике безопасности ведь дорога по пересеченке это не ровный асфальт 5 курсанты приступить к контрольному осмотру мальчишки едва достают до педали но держится уверенно дмитрий ершов самый младший в группе ему всего 12 лет а как будто уже совсем взрослый слушай ну ты пока еще и высокий а как что до педали достаешь хорошо достаю и на камазе на все носите а было ли тебе страшно первое время сейчас страх бывает только зимой когда можно застрять провалить под лед когда заносит а ты вот можешь себе представить что допустим вот здесь опасно или вот этот кусочек дороги опасный как ты чувствуешь что то опасность ну да ну если здесь допустим люди то есть надо чтобы люди тебя увидели если увидели то надо остановиться а какая разница ты гражданский водитель или себя считаешь или военным военным больше всего а ты в армии собираешься идти да кем для дмитрия занятия спортом и учеба в автошколе имеет большое значение он уверен что до армейская подготовка ему поможет быть выше на голову своих сверстников в армии движение по пересеченной местности одной лишь ездой по грунтовке не ограничивается приходится преодолевать плотные преграды команда газы интересно надеть противогаз и проскочить задымленный овраг наверное самое сложное протиснуться на машине по трубе да еще преодолев огненную преграду и дымовую завесу кто знает куда закинет жизнь этих пацанов по по крайней мере они будут уже готовы к таким трудностям инструктор вектор архиентьев уверен что именно жесткая до армейская подготовка поможет парням легко влиться в ряды вооруженной силы россии и остаться в живых не дай бог участвуя военных действиях и 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